Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Ну вот, читай. Номер 38. Вопросы, пожелания, события дня. Задавайте вопросы. 18.01.2016 Это за прошлый день. Мы с вами до этого не могли додуматься. Надо, чтобы кто-то толкнул. Вот Колесникова, Николай и Анна сделали предложение 38 дней назад. И каждый день мы не все ставим, что к нам приходит. Почта-то очень большая. Ну и как эпиграфом ко всему этому, к обстановке, вот что. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II. Записана им в своем дневнике 2 марта 1917 года. В день отречения от престола. Кругом измена. Вчера только были друзья, сегодня против уже, коалицию составляет. Ну ладно там в мире, это кругом, там у него такие товарищи были. Но именно люди, которые читают Писание. Ну даже ты не согласен где-то, ну как же так измена. Вчера были вместе, ходили в Дом Божий, разделяли искренние беседы, а теперь подножку дают. Это все здесь. Ну а причина какая? Ну причин разная много, но я знаю причины, которые здесь. Это крышует кто-то из священников, они их наталкивают патриархийные. Подсказывают, что делают. Прямо на злодейство. Не просто как, а большое злодейство. Я веду занятия в университетах, они за мной гоняются. Приходят, кляузничают, чтобы меня выгнали. Мы регистрируем общину, они в это время идут, чтобы нас не регистрировали. Какое ему дело-то? Регистрируются всякие-всякие там разные названия там. Они только за мной гоняются. Так это не все. Детский лагерь, вывешивая объявления, набирая детей-то, бегают, срывают и пишут ересь. Кто? Семинаристы. То есть самая негодная, самая изменяющая, трусливая, подлая, обманная. Все сегодня в патриархию, как будто бы специально кто-то отбирал. Я не хочу это говорить, но обратите на это внимание-то. Что дальше-то будет-то? А у нас 80 процентов верующих. Каких верующих-то? Из 300 человек, которым лоб помочили, считают, закричают, только один что-то знает. Один. Это 0,3 процента. Это исследования прошли здесь в Барнауле. Ну и дальше. Я не бываю нигде, кроме как у себя здесь. Ни в ВКонтакте, ни в Одноклассниках. А модераторы сюда все перекидывают на наш форум. А отсюда берут туда. Сами заходите на наш форум. Показать надо, какой у нас форум. Вот. Здесь у нас видно где. Вот он наш форум какой. Посмотрите. Так называется в Яндексе зарядите или в Гугле. Православный форум Игнатия Лапкина. 1580 тем, больших тем. Сегодня на первом месте будет Крещение Господне. Сегодня 19 января. Вот. Ну и дальше. Прошу помочь. Кто-то по одному ролику брать. Смотреть. Кратко содержание дать. Ну и на какой минуте, что есть. Вот сейчас там один работает. Николай говорит, Коля. Не знаю, еще он так это. Чтобы помогли. Ну и дальше. Николай. Я говорю, редакция может не разделять мнение, как везде пишут. Ну как есть, а так и беру, пишу. Николай не Гоголь. Посмотрел ролики Сергея Козлова с его обличениями в кавычках. Игнатий Тихонович, держитесь подальше от него. Этот придаст и глазу не моргнет. И все за пенсию, которую ему платит Путин, как утверждает сам Сергей Козлов. Юрий Соболев. Миром, Игнатий Тихонович. Новый ролик номер 36. Хорош. Много полезного. Благодарю за обстоятельный ответ по моему вопросу. Все разъяснено вполне. Спаси Христос. Наворачивать что-то в себе копаются всю жизнь. На матронушек лезут. Новый крылатый перл ваш, Игнатий Тихонович. Без хорошей доли юмора нашу церковную жизнь нельзя воспринимать. Совсем уж печально, иначе все выглядит. Райхан Джайканова. Разрешено ли купаться в крещении, и надо ли светить воду? Видите как, человек только-только приходит от сектантов, и сразу вопросы идут не евангельские, потому что он окружен всем этим, что сейчас есть. Отвечаю. Обычай купаться на день крещения Господа нашего Иисуса Христа – языческий ритуал, никакого отношения не имеющий к тому, что говорит нам Святая Библия. А воду светить нужно для разных, а добрых нужд. При болезни выпить и помочить место больное. Когда воды будет уже мало, то можно долить простой воды, и она будет такая же, как и первоначальная. Мы вчера тут занимались Хомяковым, и мне стихотворение скинул Владимир, брат. Хомяков полем мертвыми костями, все белелось округом, ветер бил его крылами, солнце жгло его огнем. Ты, пророк, могучим словом поле мертвое воздвиг, и оделись плотью кости, и восстал собор велик. Но не полно возрождение, жизнь проснулась несполна. Всех оков земного тления не осилила она. И в соборе том великом ухо чуткое порой слышит под румяной плотью кости щелканье сухой. Видите, как? Вот понимаешь, что он тут написал. О чужие тайны зная, ты, певец, спроси себя, не звенит ли кость сухая в песнях в жизни у тебя? Ну и кто это? Начало 1899 года Алексей Степанович Хомяков, философ. Алексей Степанович Хомяков, русский поэт, художник, публицист, богослов. Философ, основоположник раннего славянофильства, член-корреспондент Петербургской академии наук. Родился 13 мая 1804 года, Москва. Умер 5 октября 1860 года, Рязанская губерния. Супруга Екатерина Михайловна Хомякова, браке 1836 года. Образование, Московский государственный университет, книги. О старом и новом статье и очерке еще. Дети Николай Алексеевич Хомяков. Влад и мир. Мир вашему дому, как снять родовое проклятие? Плохие людишки нанесли давнюю порчу. Сколько не зарабатываю, теряю, хотя и людям помогаю. Ответ. Я говорил вам уже, что мне писать можно только один раз. В две недели. Прошу не нарушить этой просьбы и не искушаться. Мне эти пиканье очень мешают работать. Без воли Божьей никакое проклятие не сбудется. Самим нужно жить свято и не грешить. Солом 108, 28 стих. Они проклинают, а ты благослови. Они восстают, но добудут посты жены. Раб же твой да возрадуется. 1 Иоанна 4, 4. Дети, вы от Бога и победили их, ибо то, кто у вас больше того, кто в мире. 1 Иоанна 5, 18. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя и лукаво не прикасается к нему. Влад и мир. Простите меня и благодарю за все. Александр Геннадьевич Фатеев. Православный. Вы все не церковь, а секты. У нас же священство и апостольское преемство. Это он с сектантами разговаривает. А баптист ему отвечает. В Библии в руке. Сотворите же достойные плоды покаяния. И не думайте, говорите себе. Отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраама. Лука 3, 8. Ну, прокомментировать просит вот это. Ну, в первую очередь, отвечает он совершенно не по делу. Говорит о преемстве. А он о чем говорит? Тут отвечать-то нечего. Он не знает. Не знает, и какая-то сила их отводит от важнейшего вопроса. Быть церковью, это должен быть епископ. Ну, то есть признание это, рукоположение. Этого нету. А он отвечает, он берет сих в руки. Вообще к делу совершенно сюда не относится. Поэтому объяснять тут нечего. Юлия Долбнева. Вот именно. А клятва и обещания, это одно и то же или нет? Видите, как клятва и обещания. Клятва как бы усиливает обещания. Да, да, нет, нет. Да, да, все, на этом стою. Нет, значит, нет. Выполнить надо. Но я клятва, как правило, клянусь, слово есть там. И клянется обычно чем-то там. Головой, родственниками и прочее. А обещания это легче. Это разрешается. Голуби... Это уши ушло. Голуби-дикари, сезари. Так, я отвечаю. Вот он, еще он отвечает. Алексей Матюшин. Если христианину приходится принимать пищу в общественном месте, на работе, должен ли он оседнять себя крестным знамением? Или при посадке в общественный транспорт? Ответь, у нас споры из-за этого. Вот так. Ну, как вот сказать. Это должен ты дойти до этого. Бывает, натолкнуть надо. Я работаю на реконструкции города. То есть, часть города переносит далеко в степь. И там мы работаем. Там вагончик стоит. Закладываем большую, огромную котельную. Город из Китим, Новосибирской области. Ну, Александр Иванович Устинов, это герой веры. Начальник радиостанции Рокоссовского. Всю войну прошел на передовой. И уверовал, и его там приговорили к расстрелу потом. Ну, а два года, по четыре месяца пробыл. Сталин, говорит, скопытился, его выпустили. И вот он меня спрашивает. А на работе ты когда есть, крестишься? Я говорю, нет. А почему? Да не знаю, но... А знают, что верующие-то? Конечно, все знают. Ну, а ты подумай, а почему ты не крестишься? Может, стыдно или... Мне стыдно? Да никак нет. Просто не думал. Ну, ладно, завтра я сделаю. И вот в вагончике мы сидим, стол. Я сижу с этой стороны стола, а там люди. И один здесь рядом. Достал хлеб, перекреститься, скажу, рука, как будто свинцовая гиря на руке. Я этого не делал. Посидел и думаю, ладно тогда. А работа какая? Тачками, бетон на второй этаж возить. Тяжеленная работа. Пост идет. А у меня там хлеб и, кажется, сушеные паренки. Это свекла вареная. Да, думаю, без обеда обойдусь. А потом, думаю, мне сегодня без обеда, завтра без обеда, ноги не протянешь. И вот тогда я решил, закрыл глаза Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Ну, три раза перекрестился, а мужик напротив сеет. Че тебе, лишний кусок бог даст. Я промолчал. А который рядом сидит, и мне, то есть, на что ты смотришь, отдай ему морду. А тот, кому мне, разворачивается, этого моего советчику, да, рядом-то. Мужики схватили на улице Пурга и обоих выбросили на улицу из вагончика. Там деритесь, а здесь не надо. Тут места мало. И вот я с тех пор понял, везде всегда нужно креститься. Сел в автобус, снял шапку, там перекрестился. В поезде, где бы ты ни был, всегда, сразу это привлекает внимание. Во-первых, Адаша, это действительно так, я верующий. Надо креститься везде, где бы ты ни был. Один рассказывает, говорит, мы с дочкой пришли, а раньше в Москве было так, подходишь пить, ну и в стакан наливает, она его обмывает, а потом дает. Ну, я, говорит, подошел с дочкой-то, его ел взвать. Вот имена какие были. Ну, я подошел, очередь-то подошла, перекрестился, продавщица вот так уставилась, знаете, вы, говорит, еще раз только перекреститесь, я вам бесплатно стакан налью воды, воды морс, морс назывался. О, как важно. Так. Александр Васильев. Апостол Павел пишет, а блаженный Феофилак толкует, что закон Ветхого Завета упразднен, больше не надо его держаться. А мы сейчас под благодатью спасаемся не законом, а благодатью Христовой. А Христос говорит, любите Меня, соблюдите заповеди Мои. Какие? Я запутался. Ну, по порядку теперь, какие, соблюдите заповеди Мои. В первую очередь, это новая заповедь и девять блаженств. Ну, а дальше-то все осталось, люби Бога, люби ближнего. И Ветхозаветные заповеди никто никуда не убирал. Блаженства в заповеди нету, ни лжесвидетельства, ничего. То есть, все это осталось в силе, только более возвышенно. Я запутался, надо ли соблюдать Ветхий Завет закон? Надо, надо, это вечно заповеди. Субботу никто не отменял, но суббота указывал на воскресенье. Это надо объяснить. С праздником вас, Игнатий Тихонич, с крещением Господним. Прошу вас помолиться, если вам не тяжело, за меня, моего папу Николая, жену мою Инну, большого моего брата Александра и болящую тетю Елену, да благословит и сохранит вас Господь. Меня поставьте на последнее место в своей молитве. О, какой. Так вот, слово Инна, это мужское имя-то. Римма, это мужское. Инна, Пинна, Пинна, там Римма. Ну, а что сказать? Вот священник, если это женщина, он ее крестить Инной не будет. Это мужское имя, некоторые даже не знают. Дальше. Никита Колесников. Видео. Групповое издевательство над учащимися в колледже... Рабочего поселка? Корсун. Ну, вот посмотрите, тут вот, какое есть и что делает, как бьют в школе. Дальше. Павел Кривушкин, Минск. Поиск пути к истине. А, это мой ролик сейчас оставили. Бартуш Заглоба. Приветствую вас, Игнатий Тихонич. Прошу дать ответ всего на четыре вопроса по Библии. Первое. Расскажите подробнее о методе кружки. О методе кружки. Так, как не совсем понимаю его, где вы достали такой рубин. Не понял, я даже не понял, а что брезь? Какой кружки и какой рубин, ничего не понял. Дальше. Второе. Второе. Господь заповедовал, что будет отсекать сухие ветви, не приносящие доброго плода. Значит ли это, согласно теории чурки и топора, что он раскольник? В прошлых роликах Никита признался, что был прихожанином УПЦ КП. Извержена Филарета в 92-м. А в сегодняшнем ролике отрицал это кому верить, комментатор или ему. Не является ли переход целых епархий киевской митрополии из КП в МП, тем самым случаем мировой истории? Предлагаю переименовать канал Облечить Лапкина в Кривилятие Лапкина, поскольку облечения там нет. Ну, согласен я. А так, кривляются они, такие и есть. Ну, я их называю кодло патриархийное, то есть куча собак бездомных собирается, лает. Они совершенно неверующие, неверующие попы. И они их травят. Надо молиться, о душе заботиться. А они вокруг меня колготятся, 53 года уже. Прямо жрать готовят. Нападают на митрополита, он мне, мы созвонились, он говорит, такое впечатление, что вас убить хотят. Это патриархийные киллеры. Самая страшная мафия, это церковная, патриархийная. Самая страшная, Комсомольская правда писала. Почему я против крещенских купаний? Дальше я не знаю, что, Никита, что там. Ты был випарь киевской митрополии? Ну, это так же быть, как в московской патриархии. Там, в проходной двор. Если там был, может, раз пять, то это не говоришь, что был випарь киевской митрополии. Конечно. Почему я против крещенских купаний? Да, я против крещенских купаний. Почему? Первое, это неизбежный риск для здоровья. Совершаемый сознательно и добровольно. Риск, который вступает в противоречие с Евангелием. Христос отвечает к искушающему дьяволу. Матфея 4,7. Написано так же, не искушай Господа Бога твоего. Хочешь быть последователем Христа, не рискуй ни жизнью, ни здоровьем тогда, когда для риска нет высшей цели служения другим. Известны случаи, когда люди сильно прослужались и даже умирали после такого купания. Даже умирали, я такого не слышал. Противоречить Евангелию и ссылка на то, что благодатная сила освященной воды не даст случиться ничего плохому, в кавычках. Следовать подобному утверждению разнозначно тому, чтобы требовать от Бога чуда. Что в этом плохого? А в том, что повесут Евангелие и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал, для чего род сей требует знамения. Марк 8,1,12. Но он сказал в ответ, род лукавый, прелюбодийный ищет знамения. Матфея 12,39,16,4. Второе. Купание в освященной воде противоречит благоговейному отношению к великой святыне. Откройте настольную книгу для освященнослужителей Булгакова. К освященной воде христиане с древних времен имеют великое благоговение. Освященная вода называется православной церкви Великой Геасмою, святыня. Эту святыню церковь употребляет для окропления храмовых жилищ. Назначают пить ее тем, кои не могут быть допущены для святого причащения. Благочестивые христиане тоже издревле имеют обычай на вечере или в самый праздник крещения почерпать освященную воду для своего домашнего потребления и хранить ее при святых иконах. Видите, издание какое? 1913 года, страница 21. Это все объяснено. Эта вода употребляется для освящения храмов, алтарей, святой чаши для причастия, святых икон и прочее. Для таинства храмов и крещения вода в купеле освящается другим образом и соответствующими молитвами. Над крещенской водой Богу молятся о причащающихся, благоговейно пьющих, кропящихся и мажущихся святой водой, но не о купающихся в святыне. Купающихся нет такой молитвы, это тоже здорово. Для меня купание в Ордане в кавычках ассоциируется с неприятными слухами о том, что якобы где-то на молокозаводе баба купалась в цистерне с молоком и с былими об особой категории людей, принимающих ванны с шампанским. Кстати, эта когорта повсеместно участвует в крещенских купаниях. Их там можно понять. Им и жизнь скучна. Свои религии они избирают в дремучей суеверии и на святыне им плевать. Третье. Крещенское купание это рассадник суеверия. Снова обратимся к Булгакову. Купаются в особенности те, которые на святках переряживались, гадали и прочее. Суеверно приписывая этому купанию очистительную силу от этих грехов. Страница 24. Ему вторит видный фольклорист 19 века Коринфский. Упоминая крещенские купания в перечне прочих суеверий в книге «Народная Русь». Купаются и те, кто святошничал, рядился в святках, чтобы очиститься от греховной скверны в освященной воде. Купаются и просто для здоровья. Последнее, однако, далеко таки не всегда оправдывается на деле криви. Глава Крещенские сказания. Что же отвечает наш символ веры? Верую во единое крещение и восставление грехов. Послушайте, почитайте, посмотрите в интернете, кто в основном купается, как к купанию относятся, что хотят от купания получить и сравните это с действительным содержанием евангельского события, с проповедническим материалом, посвященным Богоявлению. Общего не найдете. А сколько таких людей, которые самодовлетворяются крещенским купанием, считая его за самое действенное доказательство своей веры, но более и пальцем не шевельнут, чтобы душу спасти, чтобы вырваться из власти греха. Четвертое. Крещенское купание для русской православной церкви нетрадиционное, не основанное ни на святоотеческом опыте, ни на святоотеческом наставлении. Отец-архимандрит Иоанн Маслов на уроке литургики Московской духовной семинарии рассказывал нам об одном батюшке, который нарочно выранивал крест в прорубь, чтобы окунуться самому. Нам он преподавал это в качестве отрицательного примера. Зная многих глубоко верующих людей с самого детства, я ни от одного из них не услыхивал о крещенских купаниях. Описав суеверные обычаи крещенского купания, Булгаков заключает. Само собой разумеется, что подобные описанные обычаи, как нарушающие святость совершаемого торжества и противоречащие духу истинного христианства, не могут быть терпимы и должны быть уничтожены. Уничтожены. То есть никогда не купайтесь. Это не надо делать. Это пустое. Зарминца 25. Поэтому я категорически против крещенских купаний. Поздравляю всех православных с наступающим праздником крещения Господня. Кто это написал? Епископ Домодедовский Евтихий Русский. Дальше. Русская неделя. Журнал. 20 января 2011 год. Дальше. Мистер Икс. Классное видео у вас. С меня лайк. Заходите на мой канал. Тоже есть интересное видео. Буду рад о взаимной подписке. Посещение Финляндии. Техническая поддержка. Отсутствующие книги нужны только в одном экземпляре. Мы получили 4 полных комплекта для государственных светских библиотек в Эстонии. Это мои книги. 38 книг. И у нас машина сломалась. Пришлось оставлять в Эстонии. Договорились с Финляндией. И они отправят куда? К Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии. И пятый неполный комплект для нашей монастырской библиотеки в Турку. Наверное, на нас уже полного не хватило. Почта же в России страшно дорогая стала. Может быть, кто на поезде в Москву поедет и 6 книжек привезет в столицу. Мы бы лучше, Гнатю Тихоновичу, сделали перевод просто в качестве пожертвования на жизнь. А не кормить на эти деньги почту России. Ну, тут уж ничего не сделаешь. Почта там люди. Я понимаю, дорого, но по-другому никак. Я вот в Америку попросили поотправить. Отправил. И пересылка обошлась в 12 тысяч рублей. Это дорого. А у меня пенсия в 6 тысяч. Ну, что спрашивать-то? Игла придет заплатить за почтовые расходы. До Москвы дешевле. Пришлите точный адрес с индексом и телефоном. Владимир Харин, Петрозаводокс. Смотрел ролик Болтовника, Злова и Ситникова. У меня несколько знакомых иконописцев. И все за МП держатся. Боятся слово правды сказать. Бизнес протеряет. Они православие не нюхали, а на равных говорить хотят с вами. Это равносильно, как в тюрьме обиженный бы бродягу жизни учил. Обиженный-то означает изнасилованный. И они, ну, это пари такие, там нельзя на столе быть, прикасаться. Спят только около туалета и проще. Вилли Олсен, Вики Олсен, США. Великий скрипичный мастер Антонио Страдивари сказал, если я буду сидеть сложа руки, я обкрадываю Бога. Возьмем эти слова девизом. Видите как. Ну, теперь мы посмотрим, какие у нас тут поступили другие сведения. Вот отсюда считаем. Денчик-денчик. Было или не было, это не знаю. Хотел спросить. Здравствуйте, Игнат. Я не Игнат, а Игнатий. Две буквы пропустил. Дальше. Скажи правду. Вы когда поселок открывали, во сколько народу было? Два человека. Два. Вроде в сети, а ответы нет. Да, нет, два человека. Два. Знаю, что приехать можно, не найти поселок. И как быть? Я не крещен. Зайти в поселок, прийти. Меня спрашивают. А скажите, вот у вас если женщина в брюках, вы ее выводите из храма? Я говорю, нет, мы ее не выводим. А почему? Да мы ее не запустим. И выводить некого. У нас специально одежа есть. Приезжает даже в лагерь. Мы вынесем, они переоденутся. А если она не переоденется? Ну, значит, за воротами. За стол садиться, один китель надеть надо, чтобы рукава были до кистей закрыты. Он никак не хотел. Ну, прямо приехал там к племяннику, к кантону. Видите, что уже заканчиваем обедать. Ну, ладно, давайте. Такой упорный мужик, здоровый. Поехал куда-то в Чечню, потерялся по сегодняшний день. Уже лет 15-20 нету его. Максим Федотов, родной город Иваново. Уважаемый Игнатий Тихонович, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Ваше отношение к Всеправославному Собору. Что нам православным людям ждать? И как нам реагировать на принятие Собором решений? Спасибо. Что ждать? А зачем раньше времени опережать-то где-то? Я смотрел программу, ничего плохого там не видел. Но неизвестно, что они будут. А теперь, когда они сделают за кулисы, надо узнать. Узнать и тогда отрицать, если не сходится со Священным Писанием, со Святой Библией. Вы сами определяете. Еще ничего нету. Ну, а если будет, будет, значит, вас стать, обречить беззаконников, как отступников. Дальше. Анатолий Скрипков. 15 января. Житие преподобного нашего отца Серафима Саровского. Очень хорошо, приятно слушать. Спасибо, Игнатий. Понимаете, Житие Серафима Саровского. Самая длинная. Говори. Слава Иисусу Христу. А что там? Ну, я тоже даже трубку поднять не могу. У меня воспалился нерв на плече. Руки-то вывершенные. И прямо не могу уже второй день. Тоже помолись обо мне. Давай, отошел. Даже трубку не могу поднять. Самая Серафима Саровского тоже. А то вот Жития Святых выставляют сейчас. Ну, нравится людям это. 1173 Жития. 80-е годы я их насчитал. Вот Серафим Саровский. Самое большое по объему. 50 или 60 даже страниц. Апостол Павел вместе с Петром 12 страниц. И вот сколько же надо написать-то? И откуда? Да его ни один не хотел Серафима Тосаровского канонизировать. Ни один архиерей. Царь приказал и канонизировали. Больше ничего не было. И с каждым годом все больше. Что он воскреснет и откуда еще его берут-то? И зачем? Мотовилов сказал там, я люблю. Да ну, пускай будет так. Вот обрели мощь, я в это не верю. Какие мощи там? Нашивка маленькая там. По нарукавникам якобы определили. Ну, можно все говорить. Только отвечать перед Богом надо будет. Дальше. Что тут такое мелкое-то? Мультивим. Здравствуйте. Интересует такой вопрос. Бытие книга Моисеева, 16-17 стих. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в которое ты вкусишь от него, смертью умрешь. Игнатий Тихонович, прокомментируй, пожалуйста, ибо я не понимаю совсем, что за дерево познания добра и зла. Я не понимаю, его никто не видел. А что узнали? Ну, они съели и узнали. Слушаться Бога хорошо, а не слушаться плохо. Вот и все. А Наташи все умирают через это. Добавлено. Игнатий Тихонович, как Вы относитесь к развитию родовых поместьй и экопоселений, вегетарианских сообществ, ведрусов и так далее? Когда говорят родовые, все это родноверы, которые называются язычники. Берите несколько человек и идите еще тут родовые. Какие они? Откуда родовым быть, когда 10-е поколение в городе живет? Я считаю, что этот проект, прекрасный проект Анастасиевцев для рождения здоровых детей в здоровой экологической среде. В сравнении с мерзостью и пакостью и супергреховностью городов, где потерять своего ребенка в прямом смысле легко и просто. Несмотря на так называемую культуру, архитектуру, образованность и даже церковность, уж простите. Я считаю, что сегодня как нельзя подходит Ваша запись. Кругом предательства, обман и трусость. Но это касается только городов. Это всех касается. Везде. Везде в семьях. Муж, жену обманывают. И везде измены. Дети. Это проклятие над Россией. Измена, трусость и обман. Для того мы находимся на земле. Временное пристанище, подготовка для будущей жизни. А в другое, если так можно выразиться, параллели. Самый большой грех, совершенный людьми на сегодня, это города. Нет, самый большой грех, не веря в Сына Божия. Придет, говорит, Дух Святой обличает о грехе, что не верует в меня. А это в городах нет. И в городах можно жить свято. Ну, конечно, детей не воспитать. Лучше вот у нас деревня православная. Все верующие. Технический прогресс вопреки духовному регрессу. Машина для людей сегодня важнее духа и природы. Я думаю, все катастрофы, трагедии мировые и религиозные распри и даже маломальские семейные неурядицы связаны с непониманием именно этого. С уважением, Владимир Мочалин. Ну, вот, я так говорю, вот мы не стали родовое какое-то, получили статус, трудно давалось, страшно трудно, мешает власти, там раздавим вас. Ну, теперь деревня уже состоялась. Мы строим православную деревню уже 25 лет. Все верующие, до одного. Добрый день, Игорь Тихонович. Написал статью о вашей деревне. Сам в Подмосковье. Один раз был у вас в гостях. Кто он такой был? И как? У фамилии нету еще? Нет пока. Ну, почему нет? Так. Потеряевка, заповедник православия. С чего начинается родина? Как поется в песне Вениамина Баснера с картинки в твоем букваре. С хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А с чего начинается российская деревня? С синих от запоя мужиков. С легкодоступных женщин, отдающихся за стопку водки. Здесь же неподалеку. А может она начинается с мордобоя в клубе или с сворованного мешка картошки у соседа? Охах. В нашей теме речь пойдет не о среднестатистической деревне. Как заблудившийся путник, темные ночи в лесу, ищет свет в физическом смысле. Так человеческая душа среди тьмы и непотребства ищет свет духовный. И найти его ей так же непросто. Как заблудившимся в лесу. Так как затерян он, это духовный свет среди пороков человеческих. Мы поговорим о деревне с говорящим названием Потеряевка. Затерянной среди бездуховности. За несколько тысяч километров от столицы, вдали от больших городов и в лесской суеты, в глухих степях Алтайского края расположена деревня Потеряевка. Деревня это не совсем обычная. Потеряевки не увидишь ставшего привычным в сельской местности пьянства. Не услышишь матерные ругани. Там не курят. Нет ни интернета, ни телевизоров. Здесь нет разврата ставшего... Интернета нет. Интернет есть. Теперь уже есть. Но там устаревшее. И телевизоры, ну телевизоры, да, стараемся, чтобы не было. Здесь нет разврата ставшего визитной карточкой российской деревни. А женщины не носят брюки и украшения. Да, это так. Что это за место такое, где не курят, не пьют, не развратничают, не матерятся? Какая-то утопия. Может это вымысел автора текста? Нет, это не утопия. Это единственный в России населенный пункт, основанный на началах православия, выполнении крестьянских заповедей и старинных русских обычаев. Согласно материалу из Википедии, Потеряевка была основана в 1818 году. В 1963 году Потеряевке проживал около 200 человек, но в 1972 году поселок исчез, уехал последний житель. С тех пор Потеряевка была заброшена, пока в начале 90-х годов XX века православный миссионер-проповедник Игнатий Тихонович Лапкин со своим младшим братом, священником-отцом Игнатием Лапкиным и Акимом Лапкиным по воле Божией не начали восстановление Потеряевки. Как православные деревенские общины, соблюдение без подзабыток в наш век традиционных русских обрядов и обычаев. С голубого рычага начинается река, а возрождение Потеряевки началось в палатке, поставленной отцом Игнатием Лапкиным. Сейчас это уже деревня, в которой по всю кипит жизнь. Построены дома, есть электричество, земля, действует школа, храм. Экономическая жизнь деревни строится на подсобном хозяйстве и огородах, разводят пчел. Жизнь здесь регламентирована уставом, в котором прописаны все правила, необходимые для соблюдения жителями членами православной общины. Потеряевка может поселиться не каждый желающий. Для этого нужно получить право на поселение и соответствовать требованиям. Не материться, не пить спиртное. Разрешается вино в определенное время два раза в день, не более 100 грамм. Не врать, не не воровать. Соблюдать простой свод правил, составленных согласно христианских заповедей и неправославных обычаях. Мужчины здесь ходят в рубашки на выпуск, подпоясанные поясом по русскому обычаю. Женщинам запрещено появляться на улице без подков, а мужчинам брить бороду. Муж здесь является главой семьи. Женщины приучены к труду. Без приглашения не приезжать, так говорит православный мирянин Игнатий Тихонович Лапкин. Гостям тут рады, не всем. Здесь не хотят видеть тех, кто пришел причинить вред или выражать свое недовольство православным бытом, членам деревенской общины. Если вы получили приглашение, то стоит учесть, находясь на территории сельского поселения, соблюдать те же правила, что предписаны жителям. То, что люди здесь оказались на телевизор и бутылке, вовсе не значит, что им скучно. Они много работают, все общины отмечают православные праздники, летом ягоды, грибы, купание в озере, рыбалка, зимой катаются на санях, ходят друг к другу в гости. В этом маленьком мире потерявки духовная жизнь получается более насыщенной, чем в мире внешнем, где зачастую основным развлечением для духовно разлагающихся людей является разврат, спиртное или наркотики, а все остальное, как производное от них. Общество стремительно движется к своему безбожному первобытному состоянию, когда курящие, пьющие, ведущие непотребный образ жизни люди, сами того не замечая, становятся эстетически невостребованными. Можно наносить несколько слоев косметики, отбеливать желтые от дыма сигарет зубы, принимать молочные ванны, придав как бы себе внешний облик, маскируя тем самым свою физическую дисгармонию. Но как не маскируй внешне, внутри сущность остается такая же, так как чистота физическая сходит от чистоты нравственно-духовной. В этом смысле простая, основанная на истинных христианских началах жизнь потерявки, является принципом физической красоты и гармонии через духовное очищение. С уважением, Иван Табуретов. Не знаю я его, и вот он зашел, написал. Ну, действительно так. Деревня основана, трудно было статус получить, из-за земли было. Ну, молились все. И рядом была деревня, где-то там подальше, тоже начали строить. Там богатый человек, он приехал, грузовых, кажется, 48 машин, а у нас только один велосипед ржавый купили. Ничего не было. Там разрушилось до основания. Двухэтажные дома уже строили. Пить начали, блудить, воровать, ну, как везде. А корреспондент ездил, Галенко, Влад, туда и сюда. Ну, что интересно. А потерявки, кто бы ни касался, вот пишут, допустим, Влад написал. Ну, он является штатным сотрудником краевого УВД. Корреспондент. Первая премия от Останкина. Вначале писать, в фильм ставить, когда мы начали. Первая премия на международном киноконкурсе. Второй фильм снимает Златоуст из Потеряевки. Первое место на документальных фильмах по православии в России. Вот о чем бы только не коснулось. Фотограф приезжает, делает. В Рио Новости занимает первое место. Это значит, в душах у людей есть то, что откликается. Ну, дальше. Владимир Мачалин. И еще один вопрос. Возможно ли родиться свыше или получить возможность для роста свыше, если на тебе хорошее количество смертных грехов? Что? Но? Он спрашивает, можно ли родиться свыше, если на тебе много смертных грехов? В основном, благодество и прелебодеяние. Ибо я, женщину, поставил выше Бога и соблазнялся ее и многих других. Содом и Гоморру чуть не натворил. Кошмар. Осознаю только сейчас. Спасибо. Ну, родиться свыше, значит, прежнего ничего нет. Навсегда. Возненавидеть. Любящие Господа, ненавидьте зло. 96-й Псалом, 10-й стих. Возможно. Галина Юдина, 53 года. Город. Село. Малояз. Салаватский район. Доброй ночи, Игнатий Тихонович. Простите меня, что так поздно отвлекаю вас. Сегодня просмотрела фото вашей православной деревни. Одновременно была и удивлена и восхищена увиденным. Я даже не подозревала, что где-то так живут по-христиански. Ведь я живу в Башкирии. Это мусульманская республика. И у нас никогда не было церкви. Незадолго до смерти мой отец был первым инициатором строительства храма. Ушло на это два года мытарство. Но с Божьей помощью церковь построил. Он был в старости, пришлось ему неграмотному изучать устав церкви. Я рада за него, что хотя перед кончиной он обрел путь к Богу. Я тоже стремлюсь к познанию христианства, читая книги подвижников, старцев. Но мне много неясно, например, как можно после святого причастия, идя из церкви, осуждать кого-либо. Я всегда подсознательно стремился к истинной вере. Я очень хотел узнать, не ради любопытства, как живут такие необычные в моем понимании люди. Красивые, пристойно одеты. Чем занимаются в свободное время вообще? Хотел узнать о деревне. Я бы хотел так жить, потому что у нас христиан, мягко скажем, зажимают. Приходят держаться на энтузиастах. Служба бывает только по воскресным дням. А батюшки часто меняются. А духовного отца нет. Зато у прихожан есть в нем большая потребность. Хотя бы в башкирском селе христиан очень мало. Простите за сумбурность письма. И за время, которое я вас отняла. Ну что же отняли так. Ну что сказать-то. Надо просто считать. Мы много роликов ставим. У нас ничего этого нету, чтобы там это шлифовали. А вот как есть, так и есть. И вот те, которые там вокруг-то бегают, там что-то говорят, пакостные слова. Но они-то ничего не создали. У них ничего нет. Создайте деревню. Задайте детский лагерь. Хотя бы приблизительно. А кому отвечать-то? Когда же даже... Ну ничего нет у них. Сергей Густав, 46 лет. Город Туймазы. Туймазинский район. Пишет. Слава Богу. День добрый. Брат Игнат, скажи. Вы почитаете о вакуумах? Какого вакуума? Не понимаю. Протопопов вакуум. У старобрядцев фильм «Раскол» есть. Есть мархимандритов вакуум. Есть пророков вакуум. Кого? И старобрядческого уклада жизни сегодняшнего бытия. У него есть такое, что хорошее, а есть такое, что неприемлемое. Вот эта свирепость. Я называю свирепость старобрядческая. Уже сидит. Уже приговорён. И теперь ёготь вылетит на гроб Алексея Михайловича. Ну тут совершенно нет ничего христианского. Иван Каминский, 22 года. Так, ну что старобрядческий уклад жизни сегодня бытия? Я просто не знаю. Старобрядцы это пьют. Это пьют. Всё время пьют. Это просто одна из пьяных деревень. Да, это хорошие люди, труженики пьют. Игнатий Тихонович, скажите, почему вы молитесь с иконам? Ведь в Библии сказано, я Господь и Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя иных богов пред лицом моим. Да. Не делай себе, кумира, никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в один ниже земли. Ну понятно. Негребящим исход, то другое. Это иконам как молятся иконам? Мы перед иконами молимся Богу, первообразу, который изображён. А то, что изображение не сделали, никакая, как же Херувимов сделал. 20-ю главу берут, а 25-ю не считали. А Христос пришёл в храм Зарвавелевта. Он весь был в иконах. Изображение, икон. Где? От пола до потолка. Почитайте. 41-17 из Икииля. Прочитайте. Это узость секта. Что такое секта? Узость взгляда на истину. Юлия ученик пишет. Ты самый лучший. Спасибо, что Господь послал именно тебя. А кому это она говорит, непонятно. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. С праздником Крещения Господня. Спасибо, Христос, и вас также. У меня спрашивала девочка. Она говорила, что она не видит Бога, и поэтому не верит в Него. Я объяснил ей тем, что существует электрический ток радиоволны, которые мы тоже не видим, но они есть. Как мне её убедить, что Бог есть? И как мне реагировать на то, что мои одногруппники подкалывают и задевают меня насчёт моей веры? Ну, терпеть надо, терпеть. Потому что хорошо смеётся тот, кто последним смеётся. Ещё впереди будет. Суд Божий. Неверующий Бог представляет его лживым. Бесы веруют и трепещут. Это хуже бесов, люди. Неверуют и не трепещут. Александр Гавриков. Я всегда ищу в людях только хорошее. Плохое они сами покажут. Пишет. Спаси Христос. Здравия вам, Игнатий Тихонович. Возможно, страничка от вашего имени, но обращение моё к вам, как прежде всего. Благодарю вас. От души восхищен вашим делом. Сохранение русской культуры и веры главное, в чём я тоже искренне увлечён. Я русский плотью и воспитанием. Живу с нерусскими. Ощутимо поражение в правах. 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 Ага. Родней поддержки нет. Вспоминается напутствие Шукшина. По сути тоже, но с светскими художественными словами. Кавычки открыты. Знай больше других. Работай больше других. Вот вся судьба. Это нелегко. Это на всю жизнь. Но ведь и помним-то мы. И благодарны таким только. Кто бы ты ни был. Комбайнёр, академик, художник. Живи, выкладывайся весь без остатка. Старайся знать много. Не жалуйся, не завидуй. Не ходи против совести. Старайся быть добрым и великодушным. Это будет завидная судьба. А когда будешь таким, помоги другим. Я знаю, как это нелегко. Я, может быть, тоже размечтался. Очень хочется, чтобы так и было. Кавычки закрыты. Надеюсь стать вашим собеседником. Александр, заходите, чтобы это... Прямо сюда заходите. Сами. Без перехватных. Вы, я не знаю, вконтакте или где он. Это модераторы перекидывать дальше. Серафим Афонский. Беда в том, что люди больше любят мир, в котором счастья нет, чем Бога, который поистине есть вечное счастье. Видишь как. Игнатий Тихонович, спасибо Господь за ваш труд, за доброе слово и за исповедь веры. Сейчас следующую страницу перекинем. Вот. Татьяна Глухова. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Прошу прощения, что беспокою вас. У меня сегодня очень сложный экзамен. Прошу вас, помолитесь за меня, раба Божья Татьяна. Ну, помолились. Я когда стал считать, сразу же стал молиться об этом. Ну и дальше вот. Это более ранее. Дмитрий Иванович Байарактар, город Килия. Ну, старобрядец, он говорил. Дорогой Игнатий, это о старобрядцах вы говорите, что они невежественны? После раскола грамотных старобрядцев было более 80%, а не конян около 5%. Все нормальные старобрядцы, Евангелие знают и почитают. Да уж это хватило через край. Евангелие знают и почитают. Старобрядцы. Ну, зачем это говорить? Неправда-то. Сущая 100% неправда. Не знают и дальше. Однако не мудрствует лукаво, как вы, согласно получению святых отцов, а напрочь принимает священное писание наравне с святым преданиям, которые, как я погляжу, вы напрочь отвергаете, уподобляясь этим сектантам. Видишь, как он ничего не знает, еще уже напрочь, напрочь, напрочь. Как, когда я издаю жития святых, насчитал и предания, и все. Ну, вот и старобрядец. Уже видно, какая свирепость. Все. Такие никоньяни 5%. Кто считал? 5. Ну, скажите, почему ни один Суриков, ни один Лепинь не родился у старобрядцев? Почему Евангелие не можете перевести? Это Евангелие, вообще Библия, это они не считают. Вообще не знают. Ни два, ни три, ни одного человека нет. Сейчас они маленько обмякли. Чуть-чуть. Почему не перевели-то? Никоньяни все перепортили. Ну, переведите сами. Знатоков нету. Нету. Это не выпивкой заниматься. Так, вам, судя по всему, еще немного помудровать, помудровать, и вы секты будете менять, как перчатки. Видишь, как он уже заранее знает. А то чисто старобрядческая секты, перчатки. Он видел или что-то? Нет. Вот посмотрите еще раз. И он вполне доволен. Сложил руки крестом. И он доволен. Так вот говорит слова, он вообще не верит в суть Божий. Совершенно. Вера, это старый обряд. Старый обряд. Никакого христианства-то нету. Обман один. Свинину лопают. А голубя нельзя. Везде-везде ложь. Конь, ложь во спасение. Дальше. Ложь, конь во спасение. И еще. Старобрядцы не злые, а добрые. Вы просто этого не замечаете. Да. Я, наверное, не замечаю. Родился в этой среде, я не замечаю. Обратите внимание на то, какой озлобленный никонианский люд. Ну да. Да. Вы мне постоянно пишете за беспоповцев. Я еще раз вам указываю, что старобрядцы, беспоповцы, для нас такие же еретики, как и никониане. У нас законное священство. К тому же вы сами признаете его. Да, признаю. Я действительно не понимаю, как можно не принимать в этом случае истины. Ну, истина. Зная это все, Евангелие вообще не принимается. Вообще. В белокринитской иерархии. Когда начал говорить, проповедовать, там такая смута началась. Всех. Молодежь всю перевели их баптистам. Ни одного не перевел. То есть ложь. Непрерывная ложь. Сверепая. Ни одного старобрядца нет, чтобы голубей держал. Злого человека голубя не водится. Вот определитель. Я говорю тех, которые на меня нападают. Дайте знать, какие у вас голуби. Сфотографируйте. Нету. Они сдохнут голубью у вас за один день. Так. Вы мне постоянно... Так. К тому же... Вы сами признаете. Ага. Хотелось еще много чего написать вам. О благочестии старобрядцев. О полном безбожии, развратии, хаосе, который царит в никонианстве. О значимости обряда. О католических картинках в никонианских храмах. Вместо икон. О бороде и так далее. Но вижу, что это все без толку. Учитывая, что на Русь пришло разве апостольское? Разве евангельские учения по вашим словам? По многим вопросам хотелось бы, конечно, пообеседовать с вами лично. И все же я очень рад нашему знакомству. Надеюсь на ваше благоразумие. Искренне желаю вам принять истинную веру Христову и спасение. Старобрядцы. Ты еретик, переходи к нам. Вот все. Все. В проповеди все в одном. Ты еретик, переходи к нам. С кем бы ни заговорить, ты еретик, переходи к нам. Если вы такие дружные, как же старобрядцы, без поповцев, больше пятидесяти толков. Больше. Почему с Новозыпковскими не объединитесь? Дальше. Василий Макаровский. Ну это я был в Москве. Это Игумен Сахаров, Кирилл. Это батюшка его. Вот я стою, переодетый. Пишет. Ух ты! Это шортец Павел. Вот так. Александр Ломакин, город Белокуриха. Игорь Тихонович, вы не знаете, как темную энергию из головы убирать? Спрашивает. Угу. Ответ. А разве на такой голове может уместиться какая-то энергия? Пусть даже и вовсе завалящая. Помощная, темная. Яков 3.15. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Притча 28.1. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. В голову поражать мы его должны. Бытие 3.15. И вражду положу между тобой, между женой и между семенем твоим. И между семенем ее оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Елена Растопчина пишет. Спасибо, Господи. Я рада, что мои мысли почти полностью совпадают с вашими. Я вам очень благодарна за ваш ответ. Мне бы только хотелось добавить одно. Ермонах Авель оставил через императора Павла I завещание потомкам. Вскрыть через 100 лет. И блаженная Паша Саровский, когда царь Николай II с супругой приехали в Девеево, тоже предупредила их о манчевнической кончине и сказала, чтобы царь сам сошел с престола. Царская семья заранее знала, что ей предстоит пережить и готовилась к этому. В остальном я полностью с вами согласна. На все воля Божия. Очень рада встрече с вами. Не знаю, что знал, уходил, он там говорил. Это сегодня все могут написать. Ну, даже если так было, все уже прошло. Вот снова он пришел. Старый Блядич, что? Дорогой Игнатий, мы с супругой посмотрели видеобеседа по скайпу с отцом Сергием Дудиным. Оба в шоке. Еретическое мудрование ваше не знает границ. Читаете много христопродавцев. Сотрудничайте с ними. А святотические предания игнорируйте. Это старобряческие. Да, вижу, облегчайте не конец во многом. Похвально. Однако, несмотря на это, судя по всему, вы находитесь в глубокой неискоренимой горделевой ереси. Искренне уважали. Дай Бог вам здоровья. Ну, вот столько сказал сегодня и все. И мы крестимся двуперстно. Считаем в символе Духа Святого Господа истинного Животворяющего. Это уже ничего не значит. Он уже заранее шли. Ну, не могу я полностью быть таким. А по-другому никак. На иконе изображен Дух Святой уже никогда не объединятся. А на другой не изображен на кресте. Все. Враг. Александр Новак. Спасибо. Божьей помощи вам и покрова Царицы Небеской. А то мне говорят, вы выбираете, что вам нравится, не нравится. Подряд. Вот видите, какие отзывы дают там. И горделивые, и прелести, и ереси. Ну, сами уже решайте. Батюшка Игнатий, мне очень плохо на душе. Я не хочу жить, Аня. Ну, ничего не понятно. Помолились и все. Отец Сергий Дудин, город Северск. Добрый вечер, Игнатий Тихорович. Как были хорошие отношения когда-то. У вашего сайта есть очень серьезный технический недостаток. Нет поддержки мобильной версии сайта. Очень много пользователей с интернета сейчас уже не пользуются стационарными компьютерами. Даже ноутбуки уходят на второй план. Все массы переходят на мобильные устройства, на смартфоны и планшеты. Я, например, часто выхожу все через смартфон или планшет. Ваш сайт очень сложно читать и изучать на мобильных устройствах. Порой некорректно отображается информация. Усовершенствуйте ваш сайт поддержкой мобильной версии, иначе вы теряете многих пользователей мобильных устройств. Когда мы создавали наш храмовый сайт, нам в епархии поставили обязательное условие поддержки мобильной версии. Мы это с успехом сделали. У нас одновременно автоматически поддерживается и стационарная версия, и мобильная версия. Эту информацию передайте вашему веб-программисту. Дали информацию для вашего веб-программиста. Мы создавали наш сайт на веб-движке в Wordpress, который это все умеет делать. Ну да, что видите, какие были хорошие отношения. И Трося Сизма сделался врагом самым лютым. И ничего, я ничего не делал. Почему? Патриархия. Ложь, тройная ложь везде. Вчера такие советы давал. Все. Не встречались год, и вдруг выходят совершенно уже, как говорится, вместо крыльев уже перепончатые крылья выросли. Как это так? Мария Бобкова. Благодарю, Игнатий Тихонович. Ну не знаю, что тут дальше. Валентин Притулов. Город Киев. Мобильный телефон. Потеряем в Казаповеде Православия. Очень красивое видео пишет. Вот. Сейчас сразу переходим на другую страницу. Дальше. Руслан Куценко. Город Эйштадт, Германия. Господин Лапкин, неужели состояние русского православия действительно находится в таком плачевном состоянии? Я живу в Германии и учусь в католическом университете. Как вам, наверное, известно, западные церкви ведут очень активную миссионерскую деятельность, в том числе и среди молодежи. Но, по моему наблюдению, христианство в Германии начинает приобретать характер прошедшего этапа. Что же делать? А также вопрос о юрисдикционного характера. В какой юрисдикции вы принадлежите? Заранее большое спасибо. Ни одного духовного вопроса-то нет. Баптисты, когда уехали из Советского Союза, он оттуда сообщает. Своего-то молитвенного дома нет, поэтому мы с баптистами с теми. Да те баптисты, когда сначала идут на немецком языке, а потом русские, так они говорят, табак свой там прямо внутри. Табаком, говорит, дымина такой стоит, а русские не любят, говорит, табак и разгоняют его. Ну, что сказать-то? Юрисдикция какая? Что? Мы принадлежали с самого начала основания РПЦЗ. Дальше. Наталья Максимова, город Санкт-Петербург. Благослови вас Господи, добрый и праведный брат во Христе. Ну, пожалуйста. Наташа Бутусова, город Воронеж. Вот зачем? Вот раз хоть одна мусульманка может так, и все без платка, сто процентов. Зачем это? Вот так должно быть под шеей, и я ее не знаю, Наташа. Видно, что хорошая женщина, сережки, все мирское-то. Чтобы оделась, чтобы волосинки ни одной не было видно. Здравствуйте, Игнат Тихонович. Как вы прокомментируете высказывание Михаила Задорнова об РПЦ? Да чего это кривляка, клоун? Его даже не надо смотреть, он богохульник. Ваше мнение, это очень для меня важно. Задорнов говорит о том, что все мы сыны Божии. Ведь Иисус говорил, что только он сын Божий. Ну, сыны Божии, это так, то есть от Бога мы происходим-то, не сами по себе. Простите меня, грешно, за мой нелепый вопрос. Ответ. Выслан на видео. Ну, вот я с ним говорю, мой поставил ролик. Наталья, разумил меня Господь, все поняла, просто Задорнова, такое видение Святого Писания. Да какое видение-то? Никакого у него видения нет, язычник. Языческие фильмы там ставят. Простите, что отвлекла вас, Игнат Тихонович. Алексей Иванов, город Петрозаводск. А фото я на переднем плане наклонившийся спиной. Ну вот, обузнай его. Игнат Тихонович, расскажите, откуда появилась мысль о важности преемственности? Да откуда мы, это не мысль, это преемственность иметь в виду рукоположение от апостолов. С первого дня так и было. Для того рукоположили, говорит, 14 глава Деяния апостолов. Аташ Бутус, город Воронеж. Спаси Господи вас, Игнат Тихонович. Очень хочется жить в вашей деревне, молюсь за вас, храни вас Господь. Геннадий Морозов. Дорогой Игнат Тихонович, прошу вас прояснить ситуацию. Я работаю составителем поездов на тепловозе. Нам для работы выделяют топливо по коэффициенту, но нам по опытности, быстроте и большому количеству работы удается сэкономить горючее. Мы его продаем. Хотя нам этого, конечно, никто не разрешал делать, а то начальству мало останется сделать то же самое. Воровство это или не совсем? Я думаю, что воровство, поэтому, как ревности православные, два раза отказывался в этом участвовать по году. Но не выдерживал давление жены и опять брался за старое. Так, зарплата у нас все ниже и ниже. Семьдесят тысяч. Так можно найти всегда где-то. Ну хорошо, вас узнали, захлопали. Что дальше будет? Вот мужики, я обратился сейчас к Михаилу Александровичу Еремееву, получил Библию. Они шоферами ездят. Ну и там где-то как-то сэкономят. Другую дорогу более короткую знает. А теперь они пристроили там как-то накручивать километры, чтобы были. А бензин там во враг сливает. Не продают, а сливает. Но он это увидел, это делал. Говорит, а я не буду. Я скажу сколько есть. Так, ты кончай, мужик. Поэтому ты нас всех поставишь на это. Или уходи, или тебе мало не покажется. То есть и пришлось ему уйти. Воровство. Лариса Соколова, город Казань. Игнат Тихонович, спасибо за ваше благородное дело. Очень рада, что потружилась с вами давно. Желаю встречи с такими, как вы, людьми. Ярослав Вишневский. Отец Игнатий, здравствуйте. Я в прошлой жизни страшный грешник. Благодаря Богу я не попал за грешетку. Я подумываю о духовной семинарии. Но, боюсь, этот труд не стянул. Ну, я сказал, зачем тебе это нужно? Дальше. Это ответ Куценко. Феофон Затворник. Вопрос-то прочитать? Ну, там что? Это мы говорили в периоде. Там было это. Что там написано? Это который учится в Германии католическом университете. Ну, вот все. Да, дальше я отвечаю ему. Феофон Затворник предсказал. Еще одно от силы. Два поколения и православие исчезнет на Руси. Патриарх Кирилл проехал до Дальнего Востока и подвел черту в состояние церкви духовной развалины. Пожалуйста, прочтите в Литеранской газете за 11 и 17 октября 2006 года, номер 42, на странице 8 статью «Православный миссионер в 21 веке» о Дьяконе Андрее Кураве. Он был однажды у меня в гостях, купил мои книги, которые до того времени у нас были, выпущены. За 5 лет у меня вышло все 25 книг. Книга, 752 страницы и 64 страницы цветных фотографий. Теперь они все, 38 наших книг, есть у него. У меня есть серьезные подозрения, что некоторые мысли в этой статье взяты из моих книг, за что я миссионеру 21 века весьма благодарен. Суть статьи в том, что к нынешним мусульманам еще до их возникновения за 6 столетий так и не досужились послать ни одного Кирилла или Мефодия, а встретились последователи Мухаммеда только на полях сражений. А у меня на месте 4 православных патриархатов и на местах Вселенских соборов ныне одни разваленные враждебные взгляды. И что все это промыслительно? И что если мы не изменим наше отношение к проповеди Евангелия, то через лет 50 вместо московского патриархата вполне может быть московский халифат? Вопрос, почему же такое случилось? Вот выдержки из книги «Древнехристианский аскетизм из рождения монашества». Вот мое отношение к монашеству. Православное монашество и аскетик в исследованиях и памятниках. Это название. Сидоров, Москва, паломник. 542 страница, 600... Дальше. Последующая судьба Египта показала, что в этой колыбели иночества, где оно принесло и лучшее плоды... Четче произноси слова, громче. Последующая судьба Египта показала, что в этой колыбели иночества, где оно принесло и лучшие плоды свои, монашество не имело глубоко продолжительного действия на народонаселение. Египет скоро отпал от православия и потом под владычеством аравитян почти совсем утратил христианскую веру. Нельзя не признавать того, что весьма значительное по числу удаление ревностных христиан в пустыне, где они кончали свое поприще без потомства, должно было отозваться ослаблением христианского элемента в самом народонаселении. Прочтите эти строки хотя бы раза три. Тут не иудеи виноваты, а мы, уже прощаясь, выходя с земли, когда Христос дает и один единственный наказ. Марк 16.15 Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Лука 24.49 Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. И для чего же нужна была эта первая монастырская жизнь с закрытыми дверями в течение всего лишь десяти дней? Да, да, слушай. Чтобы облегчить силой Духа Святого, пойти с проповедью Евангелия по всему миру, что выше и сказано, Деяние 1.8 Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями во Иерусалиме и во всей Иудеи Самарии, даже до края земли. Но горы рыб по пещере, создавая пещерное лжехристианство, а нести всякую весть. Святую весть? А, святую весть о воскресенье. Сейчас я тут уже совсем сбился. Из Святой Библии. Из Святой Библии без преемственности рукоположения от апостолов Христовых и не Церкви Христовой. Если вы серьезно, а не ради праздности задали столь серьезный вопрос, то уж выберите времени хотя бы один единственный час, чтобы потом не стынать и не говорить, что вам в жизни не встретился этот материал о церкви и о священстве. Я его даю вам даром, хотя на полный сбор этих бесценных и божественных материалов ушло несколько десятилетий. Заходите, это мой форум и тут нет вируса. Вот о церкви, посмотрите как она. Зарядите о церкви, о священстве. Это она на нашем форуме. Вот весь ответ. Дальше. Так, хочется что-то в вашей деревне. О деревне там, о деревне. Ответ для вопрошающих. Читайте эту тему, все пять страниц и нежестоящую тему деревня потерявка. Большинство вопросов отвечены в этих темах. Еще раз повторим, что крышу над головой сегодня могут получить сразу около 70-80 человек, поселившись в пустующие дома и на квартиры в обитаемые. Это уже нету, было раньше. До времени постройки своих домов, не считая тех, кто купит пустующие дома. Уже нету ничего, покупать нечего, все уже заселено. До снега можно разместить усадьбы и начать... Это мы писали Хабаровский край, где наводнение было. До снега можно разместить усадьбы и начать заготавливать строительные материалы. Конечно, все это только после разрешения приехать, если приезжающие соответствуют всем ниже указанным требованиям с поселенца. Непременно быть только православным, который не лжет, не пьет спиртную, не курит и прочей пакости не принимает, не сквернословит и не ворует. Категорически запрещается мужчинам брить бороды или подстригать их в любом возрасте, а женщинам носить брюки, украшения и пользоваться косметикой. Мужчины и мальчики должны быть всегда в рубашке на выпуске и с поясом по русскому обычаю. Внимательно просмотрите фото в указанных темах. Женщины и даже самые малые девочки не должны без платка появляться на улице. Возникающие вопросы окончательно могут быть разрешены после приезда. Для этого нужно получить от нас разрешение хотя бы одному вашему человеку, которого можете послать сюда, чтобы он все смог увидеть своими глазами. Чтобы не было лишней траты денег для вас в связи с командировкой, можно послать после переговоров с нами у самого решительного из вас, решившего непременно жить на селе и непременно остаться здесь, чтобы ему с семьей не возвращаться обратно. Это совет для бедных, любящих Христа, Святой Библии, физический труд и землю, смиренно мудрые послушания. Без разрешения категорически запрещается делать попытки приехать сюда. Наше поселение является идеальным для вечного спасения души во Христе истины православной веры, сохранения семьи, воспитания послушных и трудолюбивых детей. Обязательно перечитайте это все по терявке на нашем сайте справа на главной странице сайта в папке «Потерявки» и в этих двух темах о потерявке на этом нашем форуме. Каждый кандидат в поселенцы, приехавший сюда, тщательно ознакомится со всем, что его интересует и пишет заявление о разрешении на поселение здесь, обещая никогда не нарушать уставы деревенские и церковные. На общий церковном собрании эти заявления будут рассмотрены. В воскресные дни, двадцатые праздники и престольный праздник запрещается работать. Каждое воскресенье здесь проводятся занятия по Святой Библии, так что малые знания о вере быстро восполняются. Не имеющих средств для пропитания и строительства, а также одиноким и престарелым здесь не прижиться, и потому просим их нас не беспокоить. Пожилые могут быть только с семьей молодых детей-поселенцев. Дальше пишет Елена. Я Елена Анатольевна Барабаш, работаю старшим учителем в школе девятилетки Потеряевки. Мой муж Барабаш Игорь Александрович, фермер из старостной деревни. Дочь Мария учится на шестом курсе в медицинском университете в Барнауле. Сын Терентий в политехническом университете на строительном бакулитете. Сын Еремей Ерема учится в шестом классе. Дальше. У мужа сто восемьдесят гектаров пашни, три машины, пять тракторов, двадцать пять крупного баргатого скота, пятьдесят овец. У меня домашняя живность и огород. Вот так. И это что? Морозов. Ну это заработ, который, говорит, там это сливают-то. Вот и отвечают. Вряд. Псалом год, где сорок девять. И дальше? Ефесянам 4, 28. Первый. Тимофей, 24. Ам. Даша, поясняй, где деньги брать? Можно взять две-три работы, но жену не слушайся. Тут она не права, как в Ева в раю, пошедшая в грешную связь с сатаной-змеем. Да ей у корот. Второй Тимофей, 2, 14. Дальше. Бытие 3, 17. Ну и дальше. Ознакомься от твоей священств и о церкви. Вот я опять показываю о священстве. Тут один, закончивший семинарий, вопрошал меня, идти ли ему в академию или идти на приход. Я ответил, что, конечно же, идти нужно в академию, ибо там учат 4 года. А значит, и на 4 года позже начнется оболванивание мне им старух и порча от него в церкви. Только поэтому. Александр Мухин, город Запорожье. Пусть вас Господь благословит, многоважаемый человек Божий Игнатий. Я благодарю вас за ваш... Много написано. Давайте я запатографирую. Сами прочитайте. Стихтантами он недоволен, что называем. Ну, дальше. Видите, как много места писания. Православный так не напишет. Есть, чему послушать. Дальше. Саня Коконович, город Красная Звезда. Игнатий Тихонович, я думаю, что не стоит нам общаться. Я просто так... Я просто, как там у вас написано. Я сектант. Хотя я также служитель, имея право, как вы. С Богом и благословением вам в вашей месте. Ну да. А тут что-то непонятно так много. Показать надо. Цитата админ. Так же много жены. Мир и благоразумие в вопросе спасения. Даю два своих материала на моем форуме. И пока вы не ознакомитесь вполне с ними... Ну, все понятно. О чем? Просто проще... Вот здесь это. Вот это. Если я был патриархом... То в один день договорился бы с ними. Чтобы дали хотя бы тысячу достойных проповедников. Чтобы им стать руководителями училища. Которые никак не... Которые я как патриарх организовал бы в один день. Только бы они дали письменное обещание. Никак не трогать православную догматику. А научить православных любить Христа. И так же, как они любят Святую Библию. Жить по ней. Благовествовать всем повсюду жертве Голковской Христа. Единственного и чудного спасителя. И о личном принятии его в своей жизни. И о водительстве Духом Святым. Всегда и везде. Если вы же указанные материалы не прочтете. Значит, к великому моему сожалению. Мы потеряли друг друга. Даже не успев сродниться во Христе Иисусе по-настоящему. Я ему отвечаю. Там старобрядца. То, что вы как истовый старобрядец. Вполне быстротечно определяете. Что общаться с нам не нужно. Еще раз показывает. Серьезно ли вы относитесь к своему личному спасению. Иереме 48.11. Молодь юности своей был в покое. Сидел на дрожжах своих. И не был переливаем из сосуда сосуд. И плен не ходил. Оттого оставался в нем вкус его. И в запах его не изменился. 1 Коринфянам 8.2. Кто думает, что он знает что-нибудь. Тот ничего еще не знает так, как должно знать. Это мои ответы. Игла. Поясню, что никогда и нигде не говорил, что спасение только в православии. Спасает Бог. Но на определенных условиях. Им же выставленных. А просто так самопроизвольно прилипляться к словам Божьим и утверждать, что тебе это сказано. Нам на это нужны очень веские основания. Ну да, что тут поясняю. Я просто покажу. Просто прочитаете. У меня времени нет уже. Вот, прочитаете. Смотрите где. Поглядите. Какой ответ дается на основании Слова Божьего. Вот. Это один ответ. Представьте, сколько времени уходит, чтобы человеку показать. Какие моменты. И вот где. Сейчас закончим эту страницу. Город Херсон. Алиночка. Да. Какая-то. Вот так. Сидеть на корточках. Это никогда нельзя. Так это наркоманы так сидят только. Здравствуйте, Игнат Тихонович. Я хотел бы вас спросить. Можно ли ходить в мессианскую общину и заключать завет с Богом, при этом быть православным? Нет, конечно. Андрей Ростовецкий, протеерир УПЦ МП. Родной город Одесса. Смотрю ваше видео периодически. Огромное дело вы делаете. Все на этом. Сегодня у нас закончено. Сейчас батюшка приезжает, сейчас мы будем в храме. Вот так. Куда она кинулась, интересно. На последнюю страницу. Куда она кинулась.